Здравствуйте всем! Я себя чувствую немножко инородным телом, так как по образованию, как сказали, я врач, и последние 10 лет я преподаю нормальную физиологию в Медицинском университете. И последние 5 лет преподаю историю медицины также, и связанную с моим интересом к индийской медицине, традиционной индийской медицине. И сегодня я расскажу, сделал небольшое сообщение о том, как разные комментаторы интерпретировали первую страфового Арханга Хридайи. То есть речь пройдёт о пересмотренном переводе первой книги, которая вышла в 2015 году, который был начат в 2012. И сегодня у нас будет пересмотренный перевод первой части. Сделанный когда-то давным-давно. Да, примерно так. Традиционная индийская медицина, существует много разных способов её классифицировать. Но я остановлюсь на классификации, которая была предложена датским учёным Кеннетом Сюльском, которая выделяет три периода. Это ведийский период, затем классический период и затем синкретический. И вот как раз классический период традиционной индийской медицины, он включает в себя ряд трактатов, которые впоследствии были названы Большой Тройкой, Брхат-Праи, и туда входят традиционно Чарка-самгита, Сушрут-самгита и труды в Абхаты, либо Аштанга-Санграга, либо Аштанга-Хридая-самхита. И так как я в основном занимался Аштангах-Хридая-ей, будем склонять это слово, то я решил остановиться на ней. Сам этот труд датируется примерно началом VII века. И в российском научном сообществе мало кто занимается медицинскими текстами. Обычно это либо, если это врачи, кто интересуется медициной, они не знают санскритской грамматики, либо те, кто знают хорошо санскритскую грамматику, подчас не очень понимают суть врачевания в целом, симптомов, болезней и так далее. И последние годы я как-то стараюсь использовать те возможности, которые мне были даны по ученицинскому образованию, изучая санскритскую грамматику последние несколько лет, и, соответственно, работать над переводами этого труда. Да, текст это чрезвычайно известный, и на английский, и на немецкий его переводили, но почему-то комментарии к нему, да, есть лишь выдержки какие-то где-то, но целиком комментарии от первого слова до последнего. Мало кто занимался этим, честно, не могу назвать ни одного автора, который бы переводил комментарии. Хотя на Аштанга-Хридаю довольно много комментариев существует, но я решил рассмотреть сегодня два традиционных. Это комментарии Арунадаты, которые называются «Арвангусундараа», прекрасные во всех своих частях, да, и комментарии Гематрии, да, которые называются «Ирведарасайна» или «Лексира Ирведы», веком позже приблизительно. Есть еще комментарии Инду, которые называются «Шачелепха», он с таким названием существует как для Аштанга-Хридайи, так и для Аштанга-Санграхи, но он довольно мал, и отличий в нем не так много, поэтому, может быть, если в конце будет минута, я скажу, в чем его основное отличие от предыдущих комментариев. Хотя комментариев традиционно в Аштангах-Хриды много, и здесь большую роль сыграла и Накиральская школа, где в Абхахах это почитают, и есть, например, комментарии Швидаса Пандита, комментарии Кайроли, но в силу того, что они печатались где-то в 30-х годах и больше не переиздавались, найти их просто представляет большую сложность. Может быть, где-то в центрах, где традиционно изучают индийскую медицину, в Токио или в Вене, скорее всего, не есть, но я столкнулся с трудностью найти эти тексты, чтобы тоже их включить в свою работу. Но в любом случае сегодня мы остановимся на этих двух комментариях. И основная моя цель будет посмотреть, какие, может быть, стратегии выбирают эти комментаторы для того, чтобы описать предмет этой страфы. И попутно какие-то моменты, которые не являются основными в этом докладе, но просто служат пониманию этой проблематики в целом. Ну и можно упомянуть функции комментариев, который этот текст традиционно, астрофа традиционно встречается в разных собраниях, и любой комментатор часто с неё начинает свои комментарии. Этот текст я взял из комментариев от Хусудани на Абхинава Бхарату Абхинава Гупты Кынатья Шастре. Вот точная ссылка, где я его нашёл. Здесь переводится, здесь говорится о пяти лакшанах, о пяти признаках, характеристиках, функциях, наверное, того, что вообще делает комментарий с исходным текстом. То есть комментарий должен разделить текст на отдельные слова, выделить эти единицы текста, назначить им какие-то значения. То есть часто это происходит путём синонимичного какого-то слова, которое следует за ним. Сложные слова, так называемые сомации, они подвергаются анализу, расщеплению, так называемые виграхи. Затем, на первый взгляд, слова, которые на первый взгляд могут быть не связаны друг с другом, они должны быть соединены в определённую синтактическую конструкцию. И при необходимости иногда нужно что-то добавить, чтобы смысл стал ясен и понятен. Вот если говорить о тех комментариях, о которых я сегодня буду вкратце говорить, то они называют себя иками. Хотя типов комментариев довольно много. Самый известный, наверное, — это бхашья или пандрика, типани. Но эти два комментатора называют иками, хотя традиционное определение слова «ика», как оно даётся у Хемачандри, в его «Абидханаратномали», он говорит, что «ика» — это нирантор в ябхе, то есть объяснение, которое очень плотное, очень компактное, не имеет зазоров, то есть очень краткий комментарий. Но если комментарий Хемадри будет подходить по этому признаку, он не очень длинен, то комментарии Арунададты — это скорее бхашья, на мой взгляд. То есть это очень обширный комментарий, который объясняет всё до деталей, и плюс ещё добавляет оттуда очень много разных традиционных моментов, таких как «самбанда», «бидхи» и «прайоджина», к которым вернёмся и так далее, к которым мы перейдём вскоре. Вот и, собственно, цитаты из их начала и их комментариев. «Шриман», «бриганка», «танаяш», «пикам», «аштанга», «хридаяся», «шриман», «аруна», «хкуруты». «Сын Шримана-бриганки», «аруна», он начинает свою «тику», «аштанга», «хридаяe». И ниже говорится о том, что «севья», «я-мадри-тика-и-ям», «а-юрвей-да-раса-янам», что это из комментариев «тика», составленный «я-мадри», который называется «я-мадри-да-раса-янам», он должен быть «севья», следует его внимательно изучать, «почитать», «служить ему», буквально если. Это такой интересный момент. И если говорить о функциях комментариев, хотя для каждой из этих тем есть отдельные работы, например, комментариями занимались и фрау Карен Прайзенданс из Вены, и Джонар Манганели из Нью-Йорка. У меня не стоит задача так подробно это исследовать, просто рисовать примерно, как комментаторы Арханга-хридаяи, какие элементы они вводят в свои комментарии. И вот это определение «пики», я не знаю, насколько оно встречалось где-то в текстовой традиции. Это текст «я-я-кош», довольно современный словарь, составленный, может быть, это даже авторское какое-то определение, где говорится, что «пика» — это «вивареном», то есть это раскрытие, снятие попровов, которое делается посредством других слов, не тех слов, которые входили в изначальный текст. И благодаря этим словам происходит указание на вот эти намерения автора, те значения, которые он вкладывал в этот текст. И это происходит путём устранения трёх недостатков, наверное, так можно сказать. То есть это апротипатты, то есть непонимание текста, недостижение его смысла, неосуществление восприятия, какие-то такие вещи. Опять же, переводов как таковых нет, поэтому всё, что я рассказываю, это какие-то мои досужие размышления. Сравнить с чем-то, в общем, не с чем поэтому. Да, випротипатты — это какое-то противоречивое понимание. Да, визи здесь, видимо, играет роль виру, да? Вот, поэтому випротипатты — это когда кажущие части страфы, да, или части текста, они кажутся, что противоречат друг другу, хотя такого быть не должно, в комментариях должен быть не противоречив, как сам текст. Вот, и «аньятта апротипатты», то есть это понимание неверным образом, то есть иначе, чем сам автор задумывал, составляя вот своему лаграндху, то есть корневой текст. Вот. И, собственно говоря, мы всё это увидим в комментариях «Аронадапих» и «Мадри», которые пытаются разъяснить слова, которые даны в этом тексте изначально, другими словами, чтобы избежать каких-то этих ошибок понимания. То есть сама строфа, да, она написана, вообще «Аштанга Хридаяя» использует несколько размеров, но самый частый размер данных штук, благодаря тому, что его довольно легко запоминать, и текст очень лаконичный, поэтому... Ну, первая строфа написана размером «Упаджапи», да, здесь чередуется «Индравамша» и «Упендравамша» «Рагады, роган, сататан, шатан, ачэль, шакая, прасритан, ачэшан, «Утсупьямогарат, иданиндагана, йокурвавайдяяяна, мосту тасмая». И в этом тексте, в этой строфе 11 слов, да, какие-то не нужно, нам не нужно будет их особенно объяснять, потому что, да, здесь есть конструкция такая коррелятивная, да, «яху тасмая», то есть тот, который, собственно, ему, таковому, да, остальные вещи мы попробуем с вами рассмотреть во взгляде этих комментаторов. И можно также сказать ещё один нюанс, что это самая первая строфа, и часто первые строфы, они играют роль благоприятного начала, то есть то, что называется «мангала» или «мангала чарана», да, и опять же, хотя сам комментатор особенно не указывает этих вещей, мы подразумеваем, что когда в начале каждого текста практически, каждого произведения, точнее сказать, да, всегда есть какие-то «мангалы», которые могут быть проявленными или не очень проявленными, и все они нужны для службы каким-то целям, да, например, устранить препятствия, да, которые неуменуемо возникают, чтобы начать свою работу, да, или препятствия, которые возникают, чтобы завершить эту работу, получить благоприятные результаты, либо просто традиционно это из комментариев к Тарка Санграхианамбаты, Тарка Дипики и по и более поздних текстах, там об этом говорится, о том, что также «мангалы» — это, может быть, просто, да, как считать, ахера, да, то есть это какое-то поведение, которое предписано сродни ведикскому ритуалу, да, там говорится, «агнефтома в ад», то есть подобно «агнефтоме», ее нужно проводить, да, а не нужно особенно там вдумываться, вот, но нужно всегда «мангал» какой-то совершать, и поэтому автор вакхата, перед тем, как начать излагать 120 глав своего трактата, да, он начинает именно с этой «мангалы», то есть он приносит, выражает почтение, приносит поклоны вот этому изначальному целителю, о котором мы сейчас и поговорим. Итак, в самом тексте, да, говорится, «пурва вайдяя намоста пасмая», то есть да будет почтение, да будет поклон, да будет, не знаю, приветствие, да, изначальному врачу, да, либо удивительному врачу, и он называется «апурва вайдяя», буквально, да, и слово «апурва» может быть рассмотрено двумя вариантами даже, вот, наверное, можно даже и еще большими, но «аруна дата» он рассматривает именно два, две возможности прокомментировать это слово. Комментарь химадры, он более краткий, и у него вполне конкретная цель есть, и поэтому он особенно не раскрывает этих тем, вот, он останавливается на первом значении. Значит, первое значение, которое дается, о том, что этот врач, да, которому приносятся поклоны, приветствия, он удивительный. Да, почему же он удивительный, да, почему он ашчария брута, да, потому что он способен, ну, буквально говорится, джаггана, то есть он убил, он уничтожил болезни, вот, и болезни, которые условно считаются неизлечимыми. Он говорит, рагадий, роган, да, то есть болезни, недуги, которые, да, источником которых, или первой из которых, да, это рага, да, и слово рага, да, чтобы описать это понятие, понадобилось бы очень много времени, ну, мы возьмём такое значение, как влечение, да, или страсть, то есть это понятие, оно встречается и в дошах, в ньяи, и в йога-сутрах, и в текстах дхармы, да, допустим, Магапарати тоже есть, ну и так далее, это рага, да, это понятие, которое широко распространено, и он удивительный, да, потому что он смог исцелить от этих болезней. И Арундатта добавляет, он говорит, что иногда обычный врач, да, он не может исцелить лихорадку, да, которая только что возникла, вот, коронавирус, например, да, вот, но удивительный врач, да, Пурва Вайде, он может исцелить даже то, что другим врачам не под силу, вот, и Арундатта и Химадри, судя по их мангл-шлокам, они оба являются брахманами, и, судя по всему, они являются вишнуитами, врачналами, вот, и поэтому он называет, да, его просто, просто бхагаван, да, даёт такое значение, подробно, подробно не объясняя, подробно не объясняя, что это означает, или кто, кем является этот бхагаван. А второе значение, вот, второе значение, это тот, кто является, да, первым среди первых, то есть Апурва, то есть тот, у кого нет первого, то есть это самый-самый, первый врач из всех, да, то есть это Господь. А Химадри, он также говорит, что Апурва Вайти, это тот, кто обладает Адгута Шахти, то есть удивительной способностью исцелять болезни, да, и он говорит, и он говорит, что эти болезни, они обязательно, это вообще основная тема его комментария, это необычные болезни, они отличаются от тех болезней, к которым врачи привыкли. То есть Джвара Ади, то есть болезнь начинает с лихорадки, то есть любое изложение, любой трактат по недане, да, то есть по патологии, так скажем, да, он всегда начинает с лихорадки. Вот, и этот врач, да, он исцеляет именно то, что отлично от лихорадки. В этом небольшая разница. То есть Арунадапта, он говорит, и особенно Инду, они скажут, что этот врач исцеляет как телесные болезни, так и болезни, ну, скажем, ума или сознания, такие как рага, двейша, и так дальше об этом скажем, то есть лечение, неприязнь и так далее. Вот, химадрис сосредотачивается исключительно на таком психотехническом, да, психотехнической вещи, именно что этот врач, он излечивает сознание человека. Вот, от слова Джагана, да, то есть этот корень Аган убивается, Арунадапта никак его не комментирует, читает его довольно прозрачным. Вот, а химадрис говорит, что этот врач, он не устраняет эти болезни сам, сам по себе, он их не удаляет, он просто создает мокши-шастру. То есть он составляет мокши-шастру, благодаря которой, изучая которую, человек может излечить эти болезни. Вот, кто является составителем этой мокши-шастры? Вот, Танжели, который составил йога-сутру, да, или это нюхасадева, да, который составил, традиционно считается, веданта-сутру и так далее. Здесь никак это не объясняется ясным образом. Я думаю, что каждый человек может выбрать своё. То есть это шлопо называется иштадевата, намазкаро. То есть это прочитание избранного божества, которому человек поклоняется. Да, и поэтому на самом деле кто угодно может попасть под эту категорию да, Пагавана в зависимости от взглядов изучающего её. И тем самым, юрведа, она, в адхате, по крайней мере, он не как бы над конфессионально действует, то есть он даёт возможность человеку выбирать, поскольку это не является, в общем-то, главной целью трактата, вот, на первый взгляд, по крайней мере, это заниматься мокшей. Просто Химадри, так как он является составителем известного трактата Чистурварда Чинтамани, который посвящён Дхармашастре, где он подробно разбирает эти четыре цели жизни, и его цель, как традиционного брахмана, это мокша также, поэтому он такое значение здесь даёт. Вот, и поэтому он говорит, что в первой строфе здесь нет упоминания других целей жизни, Дхармы, Таммы, Артхи, то есть мы почитаем того изначального врача, который даёт нам мокшу, который устраняет эти странные аффекты, которые находятся в сознании, которые, в общем, закабаляют живое существо. Вот, а сама сама самаса, рога-дирога, да, то есть, ну, здесь, в общем, всё ясно с точки зрения никаких новых ноток здесь не добавляется. Вот, Арундатка говорит, что ады, да, и так далее, ну, или продолжающие, да, этот ряд, да, это двеша, да, неприязнь, лоба, алчность, наверняка там дальше была бы иршья, да, зависть, мацарья, чувство соперничества, там, мада, гордыня, ну, и так далее, то есть традиционные списки, которые встречаются в различных текстах вот такой направленности. Вот, и интересно, лишь возникает такое сомнение в этом комментарии, он говорит, что если мы говорим про рагу, то она поражает наш ум, то есть она поражает сознание живого существа. Поэтому почему тогда этот, да, как это связано с телом? И он приводит пример, да, который называется Адхара-дхе-бхава, то есть это вместилище, да, и вместимое, и он говорит, что подобно тому, как в металлический шар, раскалённый, помещённый в сосуд, нагревает сам сосуд, или подобно тому, как топлёное масло, находящееся в сосуде, если нагревать сам сосуд, то есть, другими словами, болезни ума, они поражают и тело также. Вот, подобные, ну, или приводят к болезням в теле, и подобные тексты встречаются и в Махабхарати, да, и у Платона тоже есть что-то подобное. Вот, поэтому он говорит, что неправильно считать, что рага поражает только ум, потому что она приведёт также к страданиям тела. В Химатри, он трактует рагу, да, как в таком традиционном, не знаю, санкхиологическом, наверное, ключе. Он говорит, что рага — это то, что ранжином, то, что прокрашивает чистое сознание живого существа гунами. Он говорит, «рагас таму бьян», да, то есть гунами страсти, невежество, да, не знаю, как это можно перевести по-разному, гунами радаса таму так и оставим. И он говорит, что это рага, да, она как бы является источником, источником того, что у человека возникает кама, похоть, крода, гнев и так далее. Вот, то есть, если для рунататы это примерно одинаковые составляющие, рага, две шалоба. Для химатрии рага — это некий источник, вот, и уже из раги произрастают все остальные, вся остальная проблематика. А для инду, он здесь отличается от этих комментаторов, он говорит, что он отдельно рагу и отдельно абироган, то есть он говорит, что есть рага, есть также болезни, которые появляются в теле, вот, то есть он рассматривает это как два ангасамасу. И дальше эти болезни, которые устранил этот изначальный искусственный целитель, да, им даются четыре характеристики, располагающиеся в таком порядке, да, и мы сейчас их тоже по порядку рассмотрим, вот, и посмотрим, есть ли в этом какой-то сакральный смысл, в таком размещении. Для Арунададты, в общем-то, никаких здесь проблем нет, он просто объясняет каждое из этих определений каким-то определённым способом, да, например, слово сататам-шахтам, да, он говорит, что это те болезни, которые сататам, то есть всегда, они сопровождают живое существо, то есть они появляются с рождения, как тут живое существо воплощается, да, они его будут сопровождать. И Химадри, он говорит, что это отличие от обычных болезней. Я предлагаю сосредоточиться на комментарии Арунададты, а потом у меня будет общая схема того, как понять комментарий Химадри, чтобы просто два раза на это тоже не повторять. Вот. Следующее определение это Ачешакая Прасертан, то есть те, кто распространяются Прасертан, следуют за Ачешакая, да, и это Кармадхаре, да, её рассматривают двумя способами, да, либо это тело, да, без остатка. То есть болезни распространяются в теле без остатка, то есть они, то есть в теле нет какой-либо части тела, да, которая бы не могла подвергнуться болезням. То есть всё тело, да, оно пронизывается болезнью. А второй вариант, это когда, это множественно, берёт во множественном числе, то есть это Ачешах, Каях, да, то есть это все тела без остатка. То есть он приводит слонов, коней, змей и так далее. А Чандрананды, ещё один комментатор, под Артха Чандры, по моему комментарию, на Арстангахардаю, он там говорит, добавляет ещё домашний скот и там очень много, большой перечень животных. То есть таким образом Ачешакай он трактует вот такими двумя способами. Следующая характеристика это слово Ачешан, то есть он устранил эти болезни и устранил таким образом, что от них не осталось ничегошеньки. То есть от них не осталось ничего, не осталось ни корня, то есть он устранил их самула и не осталось или семени, биджа. Это, опять же, сравнение с семечкой, семечкой, да, семечком растения. То есть тоже довольно часто встречается, например, в йога-бхашьи есть такое же сравнение про пропекание семян в пуранических текстах также. То есть эти болезни без остатка были уничтожены, ничего от них не осталось. И заключительная характеристика это ауцупья моха арапидан. То есть эти рогат и роган, эти болезни, начиная с лечения, они порождают три вещи у человека. Они наделяют ум, сознание определёнными характеристиками. Иеронда так говорит, что ауцупья — это сильное желание объектов чувств. То есть если у человека есть рага, то он всегда будет, у него будет виша утканта, то есть он всегда будет желать чувственных объектов. Гематрии трактует это как совершение деяний без каких-либо раздумий. То есть он говорит, сейчас не вспомню, овечарье, что-то там. осуществление деяний без раздумий. Мога для Арунададты — это непонимание того, что должно делать и что делать не должно. То есть кария а кария. А для химатрии — это отсутствие какого-либо анализа происходящей действительности, какого-либо развлечения, отсутствие века шахты. И третье — арати. То есть это отсутствие покоя для Арунададты. А для химатри — это неудовлетворённость от Сантоша тем, что есть у человека. И интересно, что Арунададта говорит, что эти три признака ауцуки, моха и арати, они также будут описаны дальше, где-то в 30-м, кажется, тексте, в 26-м, дальше в первой главе, ближе к концу, и они будут свидетельствовать о том, что болезнь неизлечима. Болезнь традиционно делится на излечимые, на соответственно, неизлечимые, которые контролируются, неизлечимые, которые не контролируются, приводят к смерти. И когда у человека появляются определённые признаки, это означает, что болезнь неизлечима. И из них есть такие, как ауцуки, моха и арати. При прочих симптомах также очевидно. Например, синего лица, отсутствие дыхания и так далее, и так далее. И это довольно любопытно. И для химатри оказывается, что эта последовательность слов, она чрезвычайно важна, потому что он внедряет в текст комментария, дополнительные возражения, которые возникают. И, соответственно, эти возражения комментатор будет отвечать. То есть подобное устроение встречается довольно часто. Можно вспомнить то, что сразу пришло в голову это комментарий Карачари, например, к Бхагавадгити в 9 главе текст 9.2, где Раджа Авидия Раджа Гухин там описывает, почему слово следует одно за другим. Или в комментариях бенгальских вальштамов также, шванатки, кровавартины и так далее. Какова же логика? Значит, целитель, удивительный целитель устраняет болезни и как бы возникает возражение. То есть такие болезни, как обычные болезни, лихорадка и так далее. Говорит, нет, те, которые сататам и шахтам, то есть те, которые всегда сопровождают живое существо. Лихорадка, она имеет начало, имеет конец. У неё есть продрамальные симптомы, соответственно, есть развитие болезни и угасание болезни. И он говорит, тогда это наследственные болезни. Кула-удбова, то есть те, которые рождаются в роду и которые преследуют на живое существо. Говорит, нет, это те болезни, что находятся во всех телах без исключения. То есть все люди не могут страдать наследственной болезнью. И он говорит, тогда, может быть, это наследственные болезни, которые бесконечно разнообразны. То есть есть наследственные болезни, допустим, мочи изнурения, сахарный диабет, есть наследственные, он говорит, геморрой, есть ещё какие-то наследственные болезни, кожные, например, ну или которые возникают. Он говорит, нет, это те, что одновременно существуют во всех телах. И когда он говорит, что, наверное, это те болезни, которые, раз они существуют одновременно у всех живых существ, тогда это, наверное, те болезни, которые существуют в тонкой форме. Сукшмарупа. Потому что, он говорит, Садкарья Вадины, мафиософ, который считает, что причина и следствие, они тесно взаимосвязаны, означают, что в теле проявляется какая-то болезнь. То есть, что она изначально возникает как тонкое семя сукшмарупа в сознании человека. Говорит, нет, это не совсем так. Это те болезни, которые приводят к каким-то действиям, совершению действий без размышлений, отсутствия критического анализа действительности и неудовлетворённости. И скажу, что этот комментарий, то есть это, как сказать, всё мне тут до деталей понятно, вот эта логика, но, по крайней мере, чисто грамматически выстраивается именно такая схема. Это очень интересно, и не изучая комментарии, практически невозможно этого понять. Какая связь же между этими определениями, которые идут одно за другим. И последний момент — это то, что Арандата завершает свой комментарий, он говорит, что на самом деле этот текст включается в три фундаментальных вещи. Это сам банда, то есть то, что можно перевести как «связь». То есть каким образом этот трактат связан с его, то, что написано в этом трактате, связан с его целью. Он говорит, что этот есть упая, есть упея. То есть целью является здоровье, которое является атрибутом долголетия, а долголетие необходимо для мокши, для спасения. А средством упая, которое помогает достижению этой цели, является этот трактат. То есть изучая этот трактат, человек обретает здоровье, долголетие и, соответственно, может достигнуть мокши. Второй момент — это апрегея. То есть это предмет или то, что должно быть названо, или то, о чём рассказывается в этом тексте. И он говорит, что предметом являются три вещи, как бы, три сканхи основных. Это ету, то есть это причина, это линга, то есть признак болезни, и аушадга, или лекарства, которые используются для его лечения. То есть вот по этим трём сканхам весь текст может быть разобран. И цель этого трактата, про йоджина, это дгату самья, то есть равновесие ключевых факторов здоровья и болезни, как я их назвал. Это слово дгату, оно имеет кое-какие нюансы использования. Но тем не менее, то есть цель этого трактата — устранение болезней, и об этом всё, в этой первой страфе говорится. Как бы, может быть, не эксплицитно, но имплицитно. И он говорит, чтобы достигнуть этих целей, нужно три вещи. Это тад-падха, то есть нужно читать этот текст. Затем тад-ар-та-вабода, нужно понять его смысл или значение. И третье — это тад-види-гену-стана, то есть это нужно следовать тем наставления, которые даются, и таким образом человек может попристили эту цель. И не хватает здесь ад-гикарина, то есть кто вообще квалифицирован, изучать и для чего этот текст нужен. Об этом будет сказано в следующей такой маленькой сутре, в которой будет название этой главы — Аюшкамия Адьяя, то есть это Аюшкама, то есть тот, кто желает долголетия, он и должен изучать этот трактат. Ну, заключение мы пропустим, но, в общем, проистекает из всего вышесказанного, и на этом можно остановиться. Может быть, и будут какие-то комментарии. Спасибо, Владимир Юрьевич, увлекательный рассказ, и в этой связи у меня два вопроса. Если я понимаю, то комментаторы, получается, идут достаточно разными путями, то есть они в большинстве случаев не дублируют друг друга. Получается так? Да, совершенно точно. Я также думаю, что Яматрии, так как он жил на сотню лет позже, сложно установить их как географическое местоположение. То есть Ляруна Датта, ну, наверное, говорят, он был бенгальцем, так как Чакропани Датта, но кем был Яматри, то есть это надо отдельно изучать. И поэтому, я думаю, что, возможно, они знали, по крайней мере, Яматри знал о тексте Ряруна Датты уже, и поэтому он либо немножко исправляет его, то есть те вещи, которые ему кажутся, либо вводят какие-то свои, свое понимание этого текста. То есть ему нет смысла дублировать, потому что он представляет, о чем идет речь. Потому что практически везде, то есть, ну, где-то в главе 30, который я прочитал с комментариями, там практически нигде нет дублирования. Только в исключительных случаях. И тогда у меня второй вопрос. Когда-то Мюлленбельт говорил мне, не верь английским переводам. Если кому-нибудь верить, верь переводам немецким. И вот на немецкий язык аштанга хрдаю самхиту переводили шесть с половиной лет. Значит, еще сто лет тому назад у нас есть перевод, в смысле, получается, когда-то начатый, но относительно недавно законченный перевод с тибетского. Соответственно, то есть как бы я что хочу спросить. Эта работа получается достаточно объемная. И если ты не немец, и переводишь не просто Мюлленбтекст, а как бы хочешь его осветить со всех сторон, то, чего еще никто, якобы, предположим, никогда не делал, то я посчитал, что потребуется порядка 240 лет. Это похоже на... Если использовать этот же ритм, то есть я к чему. Пунтский словарь будет завершен через 2200 лет. А если подходить к переводу столь дотошно, я боюсь, я при своей жизни и даже мои внуки не дождутся, даже при всем достигнутом долголетии, не дождутся завершения этой работы. Вот в этой связи у меня вопрос. Вот вы собираетесь завершить эту работу? Нет, если задаться целью издать Муллом Грандху, то я просто не вижу как бы в этом особого смысла, потому что все читают, большинство читают на английском, чуть ли, может, меньше людей читают на немецком. Поэтому читать, просто переводить на русский. Причем есть переводы хорошие, перевод Кирфилля, который вы сказали. Он, говорят, он хорош, поэтому в этом нет большого смысла. А переводить комментарии, которые еще не были переведены, это, мне кажется, более интересным. И тогда текст, во-первых, он становится более ясным, понятным. И там часто очень встречаются какие-то детали, которые ускользают, естественным образом, при быстром прочтении текста. Но, во-вторых, это медленное чтение, вот, Ниджевское, да, то мне кажется, что это то, что, ну, насчет 200, 200 цифр в 240 лет, вот, я думаю, что через 240 лет, ну, я даже если буду принимать все расайны, которые описаны в Аштангах Рыдае, то прожить 240 лет невозможно. Айурвей Чаргазампита говорит, что в Ашишатам, да, 100 лет человеку отведено, максимум. Поэтому, да, если считать, конечно, что одна книга готовится 3 года, это просто вопрос тщательности и во времени, который можно уделять, работая, занимаясь другими вещами, а это в качестве хобби. Поэтому просто как есть, так есть. Спасибо. Владимир Юрьевич, во-первых, рада вас видеть, мы с вами давно не виделись. Надеюсь, у вас все благополучно. У меня такой вопрос, наверное, связан еще с вашей защитой, где я присутствовала. А все-таки изменилось ли отношение доказательной медицины к аюрведическим каким-то вещам? Вот сейчас какая ситуация у нас в России в целом официальная? То есть я имею в виду практикующих медиков, с которыми вы общаетесь, и Субатялова Михаила Альбертовича, который там сейчас очень развернуто, да, вот эту деятельность все проводит. И Татьяна Сергеевна, да, Сорокина, насколько я понимаю, что она, то есть продолжается ли эта ваша деятельность по внедрению, скажем так, каких-то ваших результатов в сознание, наверное, прежде всего наших медиков? Ну, мне кажется, на самом деле с 2017 года, когда мы с вами виделись, ничего абсолютно не изменилось, то есть все как-то замерло, замерло, вот, и это довольно сложный вопрос, то есть чтобы современная, официальная или нетрадиционная медицина, да, она шла на встречу или хотела изучать холистические системы, традиционные, у меня должна быть какая-то заинтересованность в этом, а так как система довольно слажена, существует, и в том числе она финансово как-то устроена определенным образом, то это не особенно интересно, вот, наблюдая студенчество, то есть с которым я много лет соприкасаюсь, всегда есть какие-то талантливые ребята, которые интересуются, у которых есть какое-то видение о том, что очень здорово использовать холистические методы, но также есть негативный опыт того, что обычно звучит как нечто, есть такая хамцен-яяя, если нечто ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка, это утка, не все, что выглядит как аюрведа, называется, или практикуется как аюрведа, является аюрведой, к сожалению, и поэтому есть много негатива, связанное с том, что это довольно коммерциализованное направление, и поэтому сразу иногда оно отметается как что-то такое мистические, эзотерические, связаны с этими вещами. И поэтому я бы не сказал, что что-то меняется. Потому что нет, может быть... Я поняла. Просто не находима какая-то деятельность, наверное. Может быть, выступления, семинары. В частности, я готова пригласить вас уже по скайпу, наверное, читать какой-то доклад аспирантам. У них курс философии и истории науки. Вернее, истории и философии науки. И там не только фиологи, там, предположим, философа, но есть и возможность пригласить непосредственно медиков, которые проходят тот же курс. То есть помимо распространения индийских реалий, мне кажется, это очень хорошее средство для такого расширения границ науки. То есть раскачивание этих статичных вещей, которые уже на сегодняшний день могут даже мешать, нежели помогать и идти дальше. Вот так что подумайте над моим предложением. Спасибо. Спасибо, Рудан Владимирович. Спасибо большое. Очень интересно было слушать про разборы ирведы. И у меня такой вопрос появился по теме, связанной с причинами болезней. Вот там они присущи всем, они, получается, есть во всех живых существах, неважно, человек это или нет. И затронулась вот такая тема, как вот эти враги, оковы разума. Дело в том, что когда я читал вот разные источники, я нашёл, что они иногда друг с другом отличаются, не совпадают. То есть где-то перечисляются одни враги, оковы, а где-то они интерпретируются иначе. И поэтому даже возникает потребность и в данном конкретном случае определить, какие конкретно ещё там есть эти качества, которые являются неблагоприятными и вызывают болезни. Вот вы перечислили, например, двешу, вы перечислили рагу, там лобху. Есть ли ещё остальной перечень, может быть, в объяснении самого автора трактата? Спасибо за вопрос, Александр. То, что было перечислено, я назвал, то есть это немножко не отличаются, но примерно вот эти, получается, 4-5 вещей. Наверное, самый полный список такого рода состояний он приводится в школе ньяи, то есть начинают ньяи супер через ньяи бхаршу и затем вот эти комментарии ньяи бхарши текпарья тика, то есть удайны, удиотакары и так далее. И там он каждый, так как это называется дошами, пороками бытия, там очень он делит даже их на несколько категорий и затем каждую категорию в неё разные-разные состояния включают. По памяти сложно будет всё это назвать, но вот это тот источник, к которому можно обратиться и, ну, хорошо, если на сеть буквально минутка, давайте я просто приведу пример этого. Вот, то есть ватсиай на мне бхарши он делит на три класса, на рагу, двешу и моху. Рагу, да, то есть влечение он подразделяет на каму, то есть похоть, мацару, соперничество, спрыха, желание обладать чем-то, прышна, то есть жажда и желание жить, лобха, жадностью и так далее. Да, затем двеша также подразделяется, да, и также подразделяется моха. Дверша туда относятся все такие очень негативные, такие вредительские немножко, не знаю, психоэмоциональные состояния, такие как гнев, затем зависть, выискивание недостатков, желание причинить вред, нетерпимость к другим. А к мохе, да, он относит ложное понимание, затем сомнение, вот, или склонность ошибаться, невнимательность, и гордыню, мана, или гордость, гордыню, высокомерие. Вот, то есть, получается, здесь уже он называет там порядка, да, 12-13. Я думаю, что в дальнейших комментариях там еще как-то это проясняется. Вот, но это вот основные, которые вот перечисляются, ну, я, можно сказать, что она пытается сделать все довольно тщательно, поэтому тщательнее на яйков вот сложно найти какие-то вот такие вещи. Наверное, так я бы ответил. Спасибо большое. Спасибо. Последний вопрос. Последний вопрос. Сколько вам времени понадобилось на это все? Я очень благодарна вам и Марту Союевичу, потому что я ваша коллега, и меня это интересует. Но я в первый раз вижу в живую человека, которого вот так бы такой труд преодолел, так скажем. Это гениально. Сколько вам времени понадобилось на то, чтобы вот открыть текст и смочь его вот так вот переводить? Не, я на самом деле не думаю, что это гениально. Вот гениальный был доклад Радки Тимуровны. Я считаю, что заниматься в якорной, вот это действительно гениально. Вот. И пользуясь случаем, выражу свое восхищение. А медицинский, на самом деле, все зависит только по количеству времени, которое есть. Ну, формально, да, это 2-2 главы и 8 лет, например. Вот. Но на самом деле, сколько времени ты занимаешься, 10 минут в день или 10 минут в неделю или час в месяц, то так можно и один том 30 лет делать. То есть, поэтому здесь невозможно сказать, потому что работа, она ведется от случая в случай по мере сил, здоровья, времени и так далее. Поэтому нет, к сожалению, таких четких сроков, как в Ньяе. Вот. Здесь полное абсолютное отсутствие какой-либо структуры. Спасибо. Спасибо. Шрифа, Сантушта, Сантушта, Саргаде, Веттурешва, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»